Кто и зачем делает из преступников героев, как некоторые медиа обеляют лиц криминальным прошлым? На рецидивистов надевают шкуру узников совести. Кто открывает для нас окно Овертона, раздвигая рамки допустимого обществом и моралью? И как остаться собой в мире, охваченном информационной войной, переходящей в реальную? В авторском проекте «Площадка» рассуждает Людмила Гладкая. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Людмила Гладкая. Вот мы с вами ужасаемся тому, что анархисты навязывают свои порядки на украинских улицах. Негодуем, видя, как в других странах сносят памятники героям Великой Отечественной войны и возводят монументы предателям и палачам. Но ведь то же самое сейчас пытаются сделать и в Беларуси. Из откровенных изуверов лепят жертв и героев. Так пытаются управлять нашим с вами сознанием. Не пора ли присмотреться компаниям по обелению преступников, в том числе с использованием медиа? Есть блогеры, журналисты, которые в один голос вдруг стали кричать, что преступники, мол, случайно начитали из телеграм-каналов, их спровоцировали. Оказывается, высшая доблесть – это жечь, взрывать, идти на разбой с автоматом и тротилом. А как же сами преступления? Почему их коллеги в упор не видят? Потому что так надо? Смотрите, как называют БЧБ рупор и волковыского рецидивиста Николая Автуховича? Человеком, достойным депутатского мандата, узником совести. А что же факты? У его деятеля уже две судимости. Теперь он, по мнению следствия, организатор и исполнитель теракта. Его бандгруппировка причастна к подрыву и поджогу автомобилей на парковке, с одной стороны которой детский сад, с другой – жилой дом. Были и другие преступления. Автухович тщательно готовился к каждой атаке. Он был готов убивать. Серьезный арсенал оружия тоже был. Еще один активный сторонник перемен – Андрей Зуев из Новополоцка. Однажды избил и ударил ножом собственного отца. Тот умер. Активист Решетский. Изнасилование и жестокое убийство девушки. Попытка сжечь ее тело. Это я не говорю о десятках правонарушений, уголовных, кражах, хищениях, пьяных драках, скандалах. Что о нем писали независимые СМИ? Что он не убийца, а у него кепское минулое. Ну и прочее в том же духе. Так неужели все те, кто выходил на улицы, всерьез готовы возвести таких выродков в герои? А самое дикое – попытаться обелить зверства военного времени, которые творились на нашей белорусской земле под бело-красным флагом. Заметьте, ни одно честное СМИ не дало моральную оценку именно преступникам. Не осудило их зверства. Такие медиа умышленно не замечают видеоклипов, напичканных внушающими речевыми конструкциями, грамотно исполненными и усиленными визуально. Наоборот, этот информационный вирус подхватывают нужные блогеры, СМИ, чтобы оправдать сознание людей радикальное действие. По их плану в итоге определенная часть общества должна прийти к тому, что преступность, радикализм не только допустимый, но и весьма желательный и даже необходимый. А личность преступника не пугающе отвратительна. Она симпатична. Вот он, герой времени. Не надо никого вербовать в преступную группу, уговаривать, платить. Надо просто ждать. Медиа и интернет сами позаботятся о том, чтобы информационная мина превратилась в тысячи. Кстати, недавно немецкая медиа-корпорация, идущая в Эле, запустила новый ютуб-канал специально по Беларуси. Совпадение? Не думаю. Вопрос в том, как мы на все это ответим. Это ли неважная тема, на которую тоже нужно обратить внимание? К слову, за границей особо не церемонятся. В Латвии запретили трансляцию телеканала России РТР, в Украине закрыли три телеканала в США. Впрочем, можно не продолжать. Так ведь у нас есть куда более достойные кандидаты на вылет. И то, что они делают, я считаю, следует расценивать как преступление против Беларуси.